Здравствуйте, мои дорогие! Христос посреди нас! Ну вот мы и снова с вами встречаемся на Святой Земле для чтения Евангелия. Когда я работала с большими группами, как православный церковный гид от Иерусалимской патриархии, мы ездили по всей Святой Земле, по святым местам. И основная часть рассказа любого православного гида в нашем регионе – это, конечно, Евангелие, бесконечные пересказы Евангелия, объяснения, толкования. Поэтому то, что мы делаем с вами сейчас, это, можно сказать, продолжение моей многолетней деятельности, которую я вела со своими паломниками. А теперь у меня вот сколько паломников. Получается 65 тысяч человек 100 на сегодняшний день. Я сердечно благодарю вас, что вы нашли время почитать Евангелие вместе. И мы с вами сегодня закончим читать пятую главу. То есть начнем мы со стиха 33, это зачало 21, и дойдем до конца пятой главы. Для тех, кто впервые читает Евангелие вместе с нами, я хочу пояснить, что мы читаем согласно нашей православной традиции русской на церковно-славянском языке. Поэтому если вам трудно воспринимать на слух, вы можете взять в руки Евангелие на церковно-славянском или же на современном русском в синодальном переводе или каком-либо другом для того, чтобы следить по тексту. Я нарочно буду читать, не торопясь. Они же реша к нему. Почто ученицы Иоанновы постятся часто, и молитвы творят, так уж де и фарисейстии, а твои едят и пьют. Он же рече к ним. Едоможите сыны брачные, донди же жених с ними есть, сотворите-поститеся. Приидут же дни, и егда от яд будет от них жених, и тогда постятся в тые дни. Глаголыше же и притчу к ним. Яку никто же приставление ризы Новы приставляет на ризу Ветху. Аще ли же ни и Новы раздерет, и Ветсей не согласует ежи от Нового. И никто же вливает вина нова в Мехи Ветхи. Аще ли же ни расторгнет новое вино Мехи, и само излиется, и Меси погибнут. Но вино новое в Мехи Новы вливати, и обои соблюдется. И никто же, пив Ветхая, обе хощет новому. Глаголитбо Ветхая лучше есть. Этот отрывок из Евангелия посвящен очень важной вещи, взаимоотношениям Ветхого и Нового Завета. Вот об этом мы с вами и поговорим сейчас. Начнем мы с вами, как обычно, с небольшой исторической справки. Здесь говорится о постах и молитвах, о том, что ученики Иоанна Предтеча постятся и молитвы творят. И как мы знаем от других евангелистов, описывающих эту же самую беседу Господа, эту же самую ситуацию, также постились и молились строго фарисеи. Учеников Иоанна Предтеча во главе с их учителем от фарисеев нужно отделить, потому что это разные религиозные группы. В то время общество было очень неоднородным, состояло из разных религиозных групп. Мы знаем с вами, что Иоанн Предтеча много осуждал и справедливо критиковал фарисеев. Соответственно, его ученики и он сам составляли как бы отдельную духовную группу. Тем не менее, те и другие много постятся и молятся. О чем здесь идет речь? Речь идет об обязательных в Ветхом Завете установленных постах и молитвах. Вот давайте кратко о них скажем. Что касается постов, посты в Ветхом Завете, как и в современном иудаизме, приняты преимущественно однодневные. Да, в Ветхом Завете есть пример и многодневного поста, как на горе Синай, когда ожидали Моисея, когда он с Господом на горе Хариф беседовал и потом вернулся с десятью заповедями. Сейчас мы не об этом речь ведем, но это исключительный пост, и он не совершался ежегодно. А вообще ежегодно в определенные даты совершались посты однодневные. Самый древний пост, до нас дошедший известный, ветхозаветный, это, конечно, Йом-Кипур, Судный день или, по-другому, День очищения. В этот день весь народ должен был поститься, и приносились специальные жертвоприношения в храме для очищения народа от грехов за весь год. Кроме того, после Вавилонского плена, вернее, во время Вавилонского плена, были установлены посты в дни особой скорби, когда народ Израиля пережил трагедию. Вот, например, пост 9 ава. Это день, когда был разрушен и первый, и впоследствии второй храм. Эти посты, установленные еврейским народом во время Вавилонского плена, соблюдались и после, то есть когда они уже вернулись в Иерусалим, и, соответственно, во времена Христа эти посты продолжали соблюдать. Также однодневный пост полагался в тот день, когда Навуходоносор начал штурм Иерусалима и пробил стену города. Также в тот день, когда был убит предводитель иудеев, оставшихся в Иерусалиме, то есть неуведенных в плен Навуходоносором в Вавилон, и с убийством этого лидера, этой небольшой группы иудеев, оставшихся чудом в Иерусалиме, прекращается их присутствие в Иерусалиме, потому что они тоже из города вынуждены уйти. И вот также есть посты для первенцев, например, когда постятся все старшие сыновья в каждой семье. Есть пост Эстер, это особая тема. Таким образом, есть в году несколько установленных дней, когда все, кроме больных, старых, беременных, должны поститься. То есть 24 часа не есть и не пить от захода до захода. Также посты устанавливались, вернее, налагались на весь народ судьями, пророками, иногда царями в случае бедствия. То есть пост – это был особый способ испросить милости у Бога, испросить прощения грехов. И пост в сознании древних евреев был неизменно связан со днями скорби. То есть это скорбь. Пост – это всегда скорбь. И вот мы с вами видим, что ученики Иоанна Крестителя много постятся и творят молитвы, чем они очень нравились фарисеям. Про посты мы немножко сказали. Добавим, что у общины Иоанны Претечи могли быть ещё и свои какие-то аскетические упражнения, то есть свои ещё могли быть ограничения в питании, постные дни установлены, и, может быть, Иоанном Претечи именно для его только учеников. Такое было принято и случалось и в других общинах. Что же за молитвы они творили? В иудаизме есть и в древнем, и в нынешнем, естественно, в древней религии Моисеева, и в нынешнем иудаизме есть три установленных времени для ежедневных молитв. Есть молитва утренняя, послеполуденная и вечерняя. Обратим внимание, что здесь Христос, отвечая на этот вопрос, про молитвы ничего не говорит. Он фокусируется на постах. Это связано с тем, что упрёк насчёт молитв, видимо, был сделан просто несправедливо. Ученики Христа, конечно же, тоже молились, как и сам Христос. Здесь речь идёт только о посте, потому что ученики Господа не соблюдали посты, они как бы были свободны, освобождены своим учителем от соблюдения постов. Почему так? И как нам понять вот эти две истории, которые рассказывает Христос, о заплатке и о мехах? Сейчас я вам об этом расскажу. Помните, как Господь говорил? Пришёл Иоанн Предтеча, не ест, не пьёт, и вы говорите, беса имеет. Пришёл сын человеческий, ест и пьёт. Вы говорите, он друг, мытарей, блудниц и пьяниц. Вот действительно, здесь очень важный такой момент в понимании поста. Что такое вообще пост? И для чего он нужен? Пост – это всегда подготовка, это всегда ожидание. То, чем и была, собственно, миссия Иоанна Предтечи. И вот таким образом, когда Христос уже присутствует, когда Он уже совершает свою миссию на земле, Он уже находится, это исполнение этого ожидания. Миссия Христа часто сравнивается, и вообще пребывание со Христом часто сравнивается с встречей, с браком, с брачным пиром, на котором жених Христос, невеста, церковь. Соответственно, на брачном пиру, когда есть полнота радости, не место посту. Тем не менее, мы с вами постимся. Почему так? В Ветхом Завете посты были положены в ожидании пришествия Христова. На время служения Христа, как мы видим из Евангелия, ученики были свободны от поста. Господь говорит, придет время, когда взят будет от них жених, тогда будут поститься. Это наше с вами время после Вознесения. От Вознесения до Второго пришествия нам снова с вами положены посты, потому что мы готовимся, ожидаем Второго пришествия Господа. Но для того, чтобы мы не были одиноки в этом, для того, чтобы нам не было совсем тяжко, скорбно жить в таком напряжении, у нас есть чудо, которое дал нам Христос. Это таинство Евхаристии. Таинство Евхаристии – это и воспоминание тех событий, которые происходили, то есть распятие Господа Христа и его воскресение, и ожидание будущих событий Второго пришествия Христова. Это как бы мостик между прошлым и будущим нашим состоянием. Поэтому, по мнению многих священников, духовников, основанных, конечно, на святых отцах, пост и причастие – это такие необходимые две точки, на которых сбалансирована, ровно идет жизнь христианина. И, как видим, основано это на Евангелии. Таким образом, ученики Христа действительно были свободны от поста. Однако, Господь оправдывает здесь учеников Иоанна Крестителя, а вместе с ними фарисеев, которые тоже много постились и молились. Скажем так, не оправдывает, наверное, лучше применить слово «извиняет». извиняет их приверженность к внешним формам и к строгости, их строгость в исполнении закона. И, скажем, извиняет тот акцент, который они на исполнение закона ставят, тот глубокий смысл, важность, крайнюю, которую они в него вкладывают. Иногда превращая исполнение закона просто в самоцель. Извиняет, каким же образом? Он объясняет, что когда у нас порвалась ветхая одежда, так же, как и ветхие мехи для вина, в данном случае это ветхий завет, ветхозаветный способ мышления, ветхозаветное миросозерцание, мировоззрение. Так вот, не приставляют к ветхой, к дыре в ветхой одежде новой заплатки, потому что новая ткань, кусочек, который вы из старой одежды вырежете и пришьете, она крепкая, она сильная, а у старой одежды ткань уже на ниточке рассыпается, соответственно, эта новая заплатка способствует тому, что еще хуже вокруг будет все рассыпаться, и она не поможет закрыть дыру, а наоборот, только еще хуже дырка получится, не за несоответствие тканей, их плотности, их качества. Точно так же, вино, если вы молодое вино, вольете в старые мехи, но начнет бродить, расширяться, мехи просто лопнут, они не выдержат его, а новое вино вливают в новые мехи. Таким образом, Господь дает нам понять, если говорить про заплатку, что невозможно, чтобы человек, не поменяв одежды, то есть не поменяв своего мировоззрения на новое, усвоил из нового, нового завета, нового своего мировоззрения, только одну часть, заплатку, кусочек вырезал и к себе прилепил. То есть вот это то, на самом деле, с чем мы с вами сталкиваемся, когда люди, некоторые приходят к вере, становятся христианами, до конца христианское мировоззрение ими еще не усвоено, не воспринято, еще не прошло достаточно времени, но они очень усердно берутся за что-то одно, например, за невероятную строгость и аскетизм в постах, и тогда часто человек впадает в грех прелести, мы с вами знаем. Или же наоборот, человек, став христианином, усваивает одну часть христианского мировоззрения, а именно христианскую свободу и пускается во все тяжкие, оправдывает это тем, что я люблю Иисуса, соответственно, все равно спасусь, хоть я живу, как мне приспечит. Соответственно, здесь Господь удивительно мудрую вещь нам говорит, что во всем нужно соблюдать постепенность и не требовать от людей, не пришедших еще до конца, не воспринявших учение Христова, исполнение каких-то букв, отдельных частей, вернее, христианской жизни, христианского учения. Это очень мудро, это можно применить и к себе, и немножко себя как-то настроить правильно, и к окружающим перестать их осуждать. Христос не осуждает фарисеев и учеников Иоанна, он как бы оправдывает их, он извиняет их в их как бы недостаточном еще понимании новозаветного правильного учения. Если же говорить о мехах с вином, то здесь образ более интересный. Некоторые святые отцы считают, что здесь говорится об учениках Иоанна, предтече и фарисеях, а, например, феофилакт болгарский, святитель феофилакт, считает, что ветхими мехами Христос называет самих апостолов, то есть своих учеников. Поясню, имеется в виду, что апостолы еще не просвещены Духом Святым. Они еще не крепкие, они еще живут сами в этом старом сознании, в старом мировоззрении ветхозаветном, и нельзя сейчас потребовать от них сразу всего. Поэтому оставьте их в покое, дайте им развиваться тем темпом, каким они идут, не требуйте от них сейчас аскетизмы. Вот они еще, как молодое вино, находятся в этой радости встречи со Христом, в радости от света вот этого новозаветного, от той благодати, которой сам Христос их освещает и охраняет без пока усилий, без постов и без особых каких-то строгих молитв. И вот такой образ, он тоже очень нам интересен, потому что действительно Господь дает первую благодать. Те, кто крестились во взрослом возрасте, рассказывали мне, что первое ощущение совершенно, ты летишь на крыльях, Христос тебя держит, ты как молодое вино в новых мехах. А для того, чтобы начать уже поститься, молиться, жить как-то более аскетично, строго, собрано, нужно время, и это время нужно дать и себе, и другим людям. Вот такое интересное сегодня размышление у нас с вами на тему евангельского чтения, основанное на толковании Евангелия Святыми Отцами. Мои дорогие, мы с вами закончили пятую главу, впереди у нас шестая, даст Бог, мы встретимся через неделю. Я очень постараюсь, чтобы чтение Евангелия выходило теперь по вторникам каждую неделю, и чтобы нас с вами наконец-то был какой-то порядок и расписание в наших встречах. Следующим моим выпуском будет выпуск, посвященный Успению Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. Этот праздник мы, православный, отмечаем в пятницу 28-го числа. В пятницу уже часам к шести, наверное, с теми вечера выйдет выпуск об Успении, о том, как празднуют Успение в Иерусалиме. У нас есть свои древние традиции. Немножко расскажу также вам, конечно, о богословском значении Успения, покажу Иерусалимскую плащаницу и гробницу Божьей Матери. В общем, до встречи, до пятницы, храни вас всех Господь. До свидания.